вернемся поехали смотрите как мы уже сегодня говорили наш продукт постоянно обновляется каждые три недели выходят новые обновления раньше вы не выходили каждые две недели потом вы получили запрос от наших партнеров что не успеваем разобраться не стоим применять стали чуть пореже делать обновление но как нам кажется не выходят более комплексные качественные а все что мы сегодня расскажем вы можете почитать официальных каналах мы сегодня собираем данные о двух последних обновлениях рассказываем вам максимально детально подробно о каждом функционале и вы можете задать абсолютно любые вопросы цель сегодняшнего вебинара чтобы все кто эти персу тут вышли отсюда с полным пониманием зачем это сделано как можно использовать и не осталось бы никаких вопросов прежде чем начнем хотелось бы поделиться новостью буквально днях мы осознали увидели что наше приложение вошло в топ-100 популярных платформ для приложения в строй play market это было неизбежно мы к этому пришли раньше мы везде заявляю что мы находим в топ-3 приложения в определенных категориях там покупки или образ жизни сейчас мы понимаем что в глобальных топов на территории российской федерации мы в топ-100 самых популярных приложений 69 место в топ-чартах юда сап айос точнее апстор и 94 место в play market все наши конкуренты где-то там далеко далеко можете проверить там наверно там топ 500 даже не входят это говорит о том что то что мы делаем правильно вот и все это благодаря вам вашей поддержке уважаемые партнеры спасибо большое эта информация общедоступны можете использовать там в чатах где угодно здорово то что наше приложение становится все популярнее и популяр теперь давайте перейдем к обновлениям мы всегда говорили о том что базе самоэффективного недвижения юдс является эффективный сотрудник потому что это главная точка контакта где происходит маркетинг главная возможность клиента попасть клиентскую базу юдс и чтобы в дальнейшем подвергнуться вот этим маркетинговым активностям пуш уведомлениям и так далее если сотрудник эффективный то большая часть клиентского потока большая часть ваших клиентов оказывается внутри юдс и можете дальше их возвращать с ними взаимодействовать если сотрудник не эффективный то клиентская база практически не наполняется клиенты не знают о том что можно получать бонус лояльности нет у нас есть целый ряд инструментов для выстраивания эффективности сотрудников для мотивации сотрудников и вы знаете что таким чтобы одним из модулей был теперь на него была часть проблем в настоящий момент теперь мы закрыли вместо него мы представили по запросу обновления большой отчет о работе сотрудник мы учли большую часть обратной связи которая была по функционалу теперь мы заметили что большинство наших клиентов с трудом настраивали теперь потому что это нужно было разбираться нужно было заходить руками настраивать различные веса коэффициент для каждого сотрудника главное преимущество это отчет то что его не нужно настраивать прямо сейчас любой компании можно зайти посмотреть как работают ваши сотрудники это добавлено все необходимые данные мы проанализировали то как работают наши ведущие внедренцы мы смотрели какие сводные таблицы в excel делают эти внедренции мы все необходимые данные добавили в этот отчет более того мы поняли что максимально важно для клиента максимально важно для партнера видеть разбивку и сравнение как кассир работает с исправными с неоцифрованными клиентами как вот строго нет справа на их отличается данные эти данные тоже были добавлены в отчет самое главное что данные актуальны на момент просто на момент просмотра отчета прям сразу в режиме реального времени в разделе статистика появилась вкладочка отчет по работе сотрудников куда можно зайти и посмотреть в общем-то всю вот эту информацию информация считается по календарному месяцу где можете есть что добавить подробно рассказать об этом очень с самого начала как бы мы сделали отчет мы сделали отчет на основе данных которые большинство наверное предпринимателей смотрят что здесь изменилось во первых мы разделили все операции на оцифрованные не оцифрованные раньше это работа немножко по-другому то есть раньше когда у вас был какой-то клиент не оцифрованный и после того как он становился оцифрованным все эти данные переливались в оцифрованные сейчас эти все операции проходят отдельные баллы копятся отдельно за каждую операцию отдельно почему это сделано так мы исходили из логики какой кассир когда проводят клиента если он провел его не оцифрованным значит кассир не сделал какую-то работу если клиент по какой-то причине потом становится оцифрованным это не заслуга кассира это заслуга ну возможно это и будет заслуга кассира но клиент мог спокойно поставить приложение в другом месте установить его из другого места или сделать каким-то другим способом придя в следующий раз проведя операцию уже оцифрованным он будет считаться как оцифрован то есть мы делим каждую операцию отдельно что мы сделали еще мы какие еще полей да давайте посмотрим детально вот это вот этот песчет он не помещается в экран поэтому его эту табличку приходится кролить налево направо поэтому не забывайте это делать сейчас деталь по полям то мы сделали еще баллы теперь считаются автоматически то есть вам не нужно каждый месяц заходить списывать какие-то баллы баллы каждый месяц стартует с нуля и причем они поделены на две отдельных вкладки точнее колонки то есть баллы за все операции по цифрованным клиентам и по не оцифрованным они не перемешиваются каждой операции считается отдельно что еще возвраты считаются отдельно объясню почему такая логика операцию если провел кассир он ее провел значит он совершил какое-то действие он мы считаем что он молодец он поработал с клиентом и того что клиент потом сделал возврат это не принципе не вина кассира поэтому мы считаем неправильно лишать его бонусов но также мы от возвратов не отказываемся мы просто складываем в отдельный столбец то есть если вы хотите получить финальный результат нужно эти два столбца и снова учить другой возврат также могут показать что ваш кассир например недобросовестный если у него много возвратов то возможно что-то делает не так также вы можете ознакомиться что еще мы поправим следующем обновлении дадим возможность отключать какие-то столбцы а также мы дадим выгрузку в excel чтобы вам было проще работать с этим и считать как вы хотите ну и в принципе все наверное давай на вопрос ответим сразу тут есть два прям интересных вопрос как буферные сейчас учитывается у кассира смотрите буферные клиенты несмотря на то что в прошлом обновлении они у нас кассиру не привязывались в этом обновлении мы поправили несмотря на это когда кассир проводил не отцифрованное клиент первый раз он все равно засчитывался и к нему то есть таблице сотрудников все считается правильной единственный момент 2 ошибка что если кассир мы ее поправим по моему обновлении что если кассир сначала первый раз привел не отцифрованного клиента а потом у этого же клиента провел пока цифрованного он в новых клиентах сложится в оба столбика то есть как новые. Мы эту ошибку поправим, точнее мы его выделим даже явно, что клиент перешел, но это будет в рамках одного месяца. То есть если клиент в этом месяце из неоцифрованных перешел в оцифрованные, все нормально пересчитается. Если это будет в другой месяц, то простите, это уже мы считаем кассир. Во-первых, у нас отчет немножко не так работает. Во-вторых, кассир уже не сделал свою работу, поэтому пересчитывать мы тоже не будем. Здесь, наверное, вопрос в том, что буферный, например, импортированный клиентский баг, появился клиент по номеру телефона. То есть вот в этом отчете он будет почитываться? Если кассир его провел, если этот клиент по номеру телефона приходит первый раз к кассиру, первую операцию проводит кассир, он будет в новых. Если он потом проводит, он же вступил, проводит другие операции, если это по номеру телефона, то это неоцифрованная операция, если он вступил разденился, то это обычный оцифрованный клиент то есть получается что если клиент был импортирован на первую покупку правил кассир он учитывал с самого начала даже несмотря на то что у вас там мог источник неправильно отображаться хорошо если и по буферным клиентам именно есть какие-то еще вопросы если мы неправильно поняли наталья пишите пожалуйста мы сейчас все разберем а михаил грузинский пишет получается неподтвержденные баллы после оцифровки клиента кассиру не перейдут подтвержденное смотрите получается что вот есть отчет данные которые показывают баллы и он он их пересчитывает окопленным итогом к этому вместе одно в то же время есть баланс баллов которые до сих пор остался страниц клиента и там все работает как раньше правильно да да на данный момент у нас получается существует вот эти две противом получаем вопросы на службу поддержки о том почему у меня балансы разные в отчете и и в и баланс на странице клиента отвечает потому что отчете мы показываем данные сколько в принципе всего баллов сотрудник получил по итогам месяца на странице клиента мы показываем баланс на данный момент то есть вы списали баллов и он у него естественно там стало 0 или балл они списывали балла там несколько месяцев у него накопились баллы и там какое-то большое количество в отчете будет будет показывать столько количество баллов на накопленных за данный календарный месяц то есть в отличие от того как сделано теперь точнее в старой системе здесь если на пальцах объяснять то вам приходит клиент он сегодня не оцифрован он проводит операцию эта операция и эти баллы записываются не оцифрованы завтра он оцифровывается проводит операцию и уже эта операция оцифрованная складывается другой столбик то есть каждая операция зависимости от того оцифрован или нет складывается в разные столбики так вам проще понять насколько качественно работает кассир получается что сейчас есть две парадигмы вот одна это смотреть в принципе сколько ну какую эффективность качество сделала за месяц это учитывается там при каких-то время второе это старая схема работы когда мы накапливаем балла списываем как этим когда хотим пишите нам о том чем вы пользуетесь что интересно то что мы все равно так или иначе рано или поздно хотим к единому виду это привести михаил если есть вопрос еще то пишите пожалуйста будем разбирать дальше грушин пишет сергей сделать пожалуйста фильтр в отчете работе сотрудников что анализировать ежедневные еженедельные цифры сейчас только по месяцу насколько это актуально смотреть неделю или день наверное актуально прежде всего мы ориентировались на потребности большинства потому что как мы поняли большинство бизнесов все-таки отчетный период у них неделя и неделя месяц и по итогу месяца получается что делаются какие-то выводы и мы отслеживаем как работают сотрудники если все-таки нужно там неделя день пишите пожалуйста нам на саппорт мы будем смотреть какое количество компаний действительно хочет от функционала будем это как-то поднимать приоритетов на данный момент оперативный контроль о том вот на текущий день на кассе работают или нет или за последние семь дней вообще как работают сотрудники нет можно осуществлять приложение без бизнес понятно что там нету там разбитка по кассировам в целом там общую оперативную там температуру походе можно наверное сделать и понять работают все эти кассиры или нет нужно ли твое внимание или нет на данный момент мы будем показывать что только по месяцу 5 если многим компаниям потребуется отчет за неделю или за день то будем думать о том как это инженерно там реализовать и так далее артура копян пишет сейчас кассирам оставляем планы по подключению клиентов исходя из выполнения планов начисляем премию по функционалу теперь кассиры отслеживает своем приложении выполнения плана после перехода новую схему работы кассиры смогут увидеть выполнение своих планов смотрите нам для кассира уже есть задумка то есть когда мы будем переходить полностью на отчет мы реализуем все эти данные уже у кассира тоже то есть по принципу kpi кассир будет видеть какие-то свои цифры и я не знаю стоит ли делать целью для него но текущие цифры сделать какие у него сейчас показатели принципе вообще не проблема мы можем легко реализовать вот по поводу ставить ему план конкретный план можно тоже обсудить если будет такой запрос тоже сделать это не сложно да мы ориентируемся на большую часть предпринимателей давайте вспомним что наш продукт для малого бизнеса у нас там тысячи таких предпринимателей мы убедились на примере кипя и что им пользуется действительно качественно не очень большое количество компаний большинству компании нужен автономный инструмент который не требует настройки как сказал дмитрий мы приложение кассира обязательно выведем текущие цифры по планам да возможно тоже доработаем эти планы будут но вот для нас главной целью является сделать простое в применении продукт который не требует настройки так мы сейчас пропускаем вопрос который не касается сотрудников на них ответим чуть позже влада пишет а как они ставят фильтр по времени чтобы понимать результат работы сотрудников за день и за неделю за месяц или сложно применение да вы правы это сложное применение вот у нас проходит четыре с половиной миллиона покупок в месяц и как вы понимаете эти данные агрегировать это очень сложная инженерная задача мы не можем в режиме реального времени какие данные подсчитывать ну по крайней мере не за такую стоимость продукта который сейчас есть даже вот эту задачу инженерную решить что показать за месяц это большая довольно работа если это действительно важно показывать за сутки за неделю мы будем думать как это сделать но это не тривиальная задача и поэтому если это будет сделано то позже пока работаем по временам окне календарный месяц ну да я думаю все таки за сутки это уже слишком такая размытая информация за неделю сейчас можно подумать но это все равно тоже это переделка отчета большая и это нужно смотреть реально сколько людей это необходимо скольким это да и грушин пишет составление планов для кассиров очень плаваем хорошо хорошо думаю будем думать да 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 вы можете обратную форму какие конкретно планы вы хотите получать то есть какие именно цифры планах вас интересует и надо быть проще понять насколько это просто сделать да мы намерены этот отчет дорабатывать мы понимаем что это первая версия она пока может быть еще не не совсем полностью покрывает все потребности мы настроены и и драпа чтобы ее дорабатывать нам нужна ваша обратная связь конструктивная каких не хватает полей что и как должно считаться поэтому пишите форму обратно связи мы все это будем смотреться и принимать к сведению и постараемся все ваши вопросы закрыть дальнейших обновления функционал так вроде бы вопросы по отчетам сотрудников закончились поэтому давайте пойдем дальше что важно еще у нас произошло последнее обновление у нас поменялась логика дополнилась логика работа приветственных баллов это один из ключевых вообще моментов мотивации зачем люди вступают клиническую базу чтобы получить приветственные баллы и естественно они хотят эти приветственные баллы получить мы заметили что у немногих собственников есть страх что сейчас вот короче все будут создавать себе нового аккаунта новые учетки и буду сегенерить постоянно приветственные баллы каждый раз будут их списывать совершать каждый раз как бы первую покупку у нас есть встроенные механизмы которую эту логику пресекают мы выявляем что один тот же клиент но тем не менее такие такие случаи бывают все-таки что находятся умники которые там находят находятся лучи находят возможности генерируя спин новые аккаунты и мы знаем что многих собственных это беспокоит действительно и специально для таких собственных мы сделали возможность приветственные баллы начислять не после вступления а после первой покупки то есть сначала принеси денег и соверши реальную покупку и после этого в качестве благодарности мы тебе начислим вот эти вот 100 баллов которые ты можешь потом тратить на следующей покупке вроде бы тоже вполне интересная история и вполне справедливая вот этот функционал у нас выпущен последнего обновления которое было неделю назад это уже работает соответственно появилась не только настройка но и все интерфейсы в мобильном приложении они тоже и они тоже реализованы актуализирована соответственно странице компанию которая настроена приветствия балла после первой покупки будет написано получив 100 баллов не на первую покупку а за первую покупку помимо этого после того как клиент вступает на странице компанию не появляется огромная плашка под названием прям огромная большая плашка которая напоминает клиенту что необходимо совершить первую покупку чтобы заработать его приветственные баллы что дополнительно мы рассчитываем должно смотивировать его на первую покупку да то есть баллы которые ты получил преступления нет может не скоро сгорятся всем а когда ты еще не получил то наверно ты захочешь поскорее сделать вот первую покупку нам очень интересно посмотреть как изменится конверсия в компании которая использует быстрее ли люди станут совершать покупки если есть какие-то вопросы по вот этому функционалу пожалуйста напишите нам потому что это важно мы знаем что этот функционал ждали если что-то сейчас непонятно то напишите как нам многие просто нужно ответить как нам может быть эту историю нужно дорабатывать мы хотим сейчас чтобы все те предприниматели которые беспокоятся не включили функции мы собрали максимально обратно связь и поняли решает ли это в общем то проблему или не решает так вопросов пока нет поэтому давайте двигаемся дальше и что добавить это в принципе я думаю очень понятный функционал нужно посмотреть как люди будут использовать и надеюсь тут какие-то кейсы у нас как это помогло то что у нас их очень мало компаний которым действительно вот прям пытались люди поводить аккаунты для того чтобы обманывать систему я думаю они будут рады но мне кажется это вполне хорошей мотивации не только для этих компаний да ну и как мне кажется все-таки важный такой психологический фактор для спокойствия собственника что он не будет пола раздавать налево направо только тем кто уже принес деньги так давайте пойдем дальше если у вас вопрос появится то пишите пожалуйста страница клиента у нас тут появился новый раздел расскажите ну страница клиента мы реализовали раздел заказы в нем в принципе просто сформированы все заказы клиента открытые закрытые вообще список всех заказов для чего это сделано просто чтобы вам было проще когда вам какой-то клиент пишет сообщение или вступает звонок мы проще найти его посмотреть информацию принципе вообще планируем расширять информацию клиента как можно больше чтобы вы могли оценить с кем вы работаете мы заметили что в принципе по аналитике довольно много компаний смотрят своих клиентов это наверное один из самых наверное даже самый популярный запрос панель администратора поэтому будем расширять направление на уже следующем обновлении появится новую возможность идем что у нас добавится зачем обновлении так давайте не так не следующем обновлении через обновление в этом в этом спринте мы уже начинаем делать но выпустим только в следующем когда заделаем мы расширим аналитику по клиентам там будет больше пунктов то есть там будут сертификаты сколько сертификатов использовано сколько не использую сколько сгорело там будут данные по скидке как по типу скидки всего 9 пунктов так важный момент то есть из того что можем сейчас назвать то что появится поле когда последний раз клиент вверху также появится поле когда клиент последний раз был онлайн приложение дальнейшем возможно это превратится какие-то фильтры и так далее но пока вот начнем с этого посмотрим как эти будут пользоваться по сути получается приложение нужно для того приложения и общая система нужна для того что персонализированный маркетинг выстраивать чтобы знать о каждом клиенте как уже сегодня кто-то писал будет ли это у нас о каждом клиенте знать что ему интересно что ему важно что ему нужно мы начинаем консолидировать данные которые у нас есть у каждого клиента и будем их показывать сначала на странице клиента все касания с клиентом все покупки и заказы клиента и соответственно дальнейшем будут какие-то автоматические механики которые позволят на основании этого какой-то маркетинг выстраивать так у нас появились вопросы по получении баллов на там при первой покупке их грузинский было бы здорово если пресс на балла при первой покупке можно было списать при определенной сумме покупки только эти до получаются приветственные баллы или вообще любые балла можно было при определенной сумме покупки понятно что вы пытаетесь решить таким образом какую-то задачу которая связана с маркетингом но определенный фильтр с нашей стороны заключается в том что любые привратности программа лояльность они должны быть понятны клиенту конечному клиент который устарел приложение или который отсканировал qr-код с наклейкой заведение он должен понимать как программа лояльности работает заведение и вот эту вот историю что балла приветственные при первой покупке можно списать только при определенной сумме покупки остальные балла при любой сумме покупки вот это вот уже очень сложная история мы бы все-таки хотели чтобы программа лояльности в заведениях они были понятно прозрачную да и не отталкивали клиент да это вообще принципе один из основных аргументов у нас поступает очень много обратки потому как компании хотят настроить свою программу лояльности но очень часто они как раз основной аргумент это непонятно чем отказываемся от каких-то фичей во первых это наверное потому что это редкий кейс запрос такой и 2 это сложно объяснить клиенту как этим пользоваться то есть там бывают кейсы мы хотим условно говоря чтобы на третью неделю начали 100 баллов а вот на четвертую неделю полнолуния был так 50 мы не понимаю как это объяснить прозрачный клиенту мы делаем всевозможные проверки и оцениваем сколько компанию это необходимо перед тем как брать такой функционал в работу здесь такая же история мы постарались максимально прозрачно объяснить клиенту что ему необходимо сделать покупку мы не стали ему об этом прям жестко предупреждать его на этапе вступление чтобы у вас все таки у него была еще мотивация вступать в компанию да мы предупреждаем что это будет на первую покупку но мы не кричим об этом ну я думаю потом уже когда клиент к вам вступил с ним поработать проще гораздо также у вас есть всевозможные инструменты автоматизация та же самая которая начисляет клиенту баллы кстати вот как раз таки если клиент не совершает покупку это тоже можно решить этим вопросом я думаю нужно посмотреть пройдет какое-то время и мы лучше оценим что это обновление того интересно то что ирина ворона ворона вы пишет что клиенты не очень позитивно реагирует на то что при получении карта нет балла был бы цвет что приветствовал начислялись клиента возможность рассудить баллов представлялась на вторую покупку по сути сейчас мы все равно показываем так или иначе страниц компания что баллы есть просто точнее что баллы получишь что ты вот получил эти 100 баллов по столько слышишь первую покупку по поводу оффера вот этого скачать приложение получи бонусную карту и получи баллы но мне кажется это не очень логично компания говорит о том что вы скачать приложение получите баллы сама включать настройку которую при которой он не получает баллы наверное просто не стоит ее включать таком кейсе или не озвучивать такой оффер то есть либо позиционировать что ты получишь баллы после того как первый покупок совершишь либо либо оставить старые настройки все таки вот лично для меня как для клиента обычного старый вариант понять что я получаю карту на которой уже есть полностью что еще екатерина слюсерова пишет хотелось бы чтобы минимальная сумма покупки установили возможности писания баллов вообще видимо не только для первых особых условиях клиент читает условия списания баллов то есть вообще на то есть у меня сколько у меня не было баллов если моя покупка меньше чем 500 рублей то я не могу списать бар то есть вот такая вот история таких запросов мало на саппорт если они будут действительно мы подумаем о том чтобы такую историю внедрить до артура копьян что мы это настраиваем максимальный процент списания баллов на базовом статусе принципе да все логично стороны компании часто звучит оффер скачая приложение получи бонусная карта и получи баллов а при функциональном начисление баллов после первой покупки это ломает эту мотивацию совершенно верно такая настройка не нужна в большинстве случаев наверное она нужна только в том случае когда существует там в голове у собственника какой-то там реальный кейс что его хотят опрокинуть халявщики хотят вынести все деньги из кассы там и так далее общество клиентов понятная история что баллы начисляются а в момент присоединения клиентского затем более что привычные уже паттерн поведения наверно для всех бонусных программ так давайте пока пойдем дальше что у нас еще появилось маленькое обновление которое прошло незаметно но мы знаем что многим собственникам которые пользуются и т.с. как интернет-магазином как онлайн меню это очень важно было об этом нас просили давно и вот наконец-то в версии страниц компании веб-сайте у нас появился поиск по меню поиск по товарам а также как мобильном приложении то есть сейчас у вас большой прайс можно начать вводить название товара и быстро найти все что у вас есть все что есть в вашем меню важное обновление важно об этом знать если вы пользуетесь если вы еще не пользуетесь в версии то попробуйте классная штука работает как онлайн меню как самого для того чтобы дистанционно показать чего продаете классная штука мне кажется можно сказать что она в целом в принципе мы начали прорабатывать новый дизайн в веб-версии мы собрались в обратную связь которые писали нам все ваши неудобства и мы рассчитываем это поправить да это наверное не произойдет в следующем или через одно обновление но мы уже начали работы в этом направлении готовить дизайн и будем их обсуждать и потом начнем уже переработку всего интерфейса возможно станет больше похожим но именно в стиле наше приложение да мы пытаемся ответить на вопрос что такое все-таки в обверсти с компанией это мини лендинг или это интернет-магазин верят замен топлинку и что вообще такое сейчас анализирую обратную связь мы пытаемся понять какую сторону нам двигаться и что нужно учитывать естественно новая версия на не станет хуже все функциональность которая здесь есть она там останется мы постараемся это переосмыслить и сделать это более приближено к жизни и к желанию большинства людей андрей пишет классно работает на компьютере а на телефоне отображается не очень это про поиск да нет там есть проблемы действительно это все тоже решим в рамках обновления дизайна хорошо окей давайте двигаемся дальше над заказами до продолжаем тоже работать получаем проблему предпринимателей apple play не работает как вообще в два клика теперь оплатить заказ данные карты вводить каждый раз клиенту неудобно вот тест на пошли искать решение которое работает для большинства пользователей прежде всего на территории россии как крупнейшего рынка нашего видим что есть яндекс пэй наш партнер плаваем с принципе поддерживает работать яндекс пэй и с учетом того чтобы все разными яндексу пользуются очень много людей такси в маркете в яндекс и те аккаунт с привязанной карты есть у большинства вот и этот функционал вы затаскиваем в ds как одну из базовых возможностей оплатить заказ мы это еще не анонсировали потому что не до конца еще и глупочно но может проверить уже прямо сейчас на android и ds up на android есть возможность оплатить заказ через яндекс пэй если в компании настроена онлайн оплата числа в ближайшем обновлении такая возможность появится и на ios тоже соответственно данные карты вводить будет не обязательно нужно будет нажать кнопку оплатить яндекс пэй оптимизоваться по аккаунте яндекса и потом уже дальнейшем просто выбирать карту одну из как который привязан к вашим яндекс аккаунта и буквально два клика может будет оплачиваем заказ то есть фактически проблема того что нужно вводить каждый раз вот эти 12 цифр с карты трехзначный код до какого действует она решена если клиент постоянно заказывать через ютеста надо будет нажимать буквально пару кнопок еще раз об android это уже работает айос это будет работать следующем обновлении который будет примерно через две недели так если есть вопросы по яндекс пэй то пожалуйста спрашивайте это будет скоро община и на ее стоит важно обновление касается пуш уведомлений на нашем главном экране в мобильном приложении ютс появилась плашечка если у клиента вдруг не включено пуш уведомления приложение ютс мы это видим и мы ему показываем плашку что пуш уведомления надо подключить чтобы первым узнавать об акциях и выгодных предложений если человек включает пуш уведомление у него эта плашечка исчезает когда он их выключит если вдруг выключить у него опять будет вот этого плашечка что мы ждем мы ждем что количество клиентов которых включено пуш уведомление увеличится и конверсия просмотра новостей сертификатов будет выше будем смотреть в целом несмотря на то что эта плашка располагается в конце экрана внизу страницы дэшборда до туда все равно доска рога скролливая достаточно много клиентов мы думаем что они будут включать пуш уведомления то что важно чтобы офферы предприниматели доставлялись то наш до их клиентов и еще одно небольшое но важное вновление на кнопке мои сертификата на главном экране появилась красная точка появляется на том случае когда у тебя появился новый сертификат об этом тоже подошли просит наши клиенты помню что после дня рождения компании предприниматель собственный подошел попросил такую штуку сделать такую штуку сделали у нас красный точек теперь появляется если даже клиента пуш уведомление выключено зайдя на страницу за тех приложений у дэс он увидит на главном экране что там что-то появилось нажмет на эту точку и посмотрит какие сертификаты у него есть новые а мы сейчас тестируем насколько сильно это повлияет если мы посмотрим что нажимает не очень многом эту точку сделаем пожирнее чтобы клиент точно туда нажал и увидел сертификат так в принципе это большая часть того что у нас вышло кроме всех этих историй на самом деле есть много других важных изменений это исправление багов это технические оптимизации это небольшие визуальные доработки об этом во всем мы не будем сейчас рассказывать но возможно что то из этого вы уже замечали вы можете задать сейчас любые вопросы и по всем вопросам которые не касались функционала но были заданы в чате мы сейчас тоже пройдем сейчас сверху вниз буду просто идти и отвечать на вопрос елена днепровская спрашивает не приходит оповещение сертификатах когда по кроссу подгружается сертификат вообще пуш уведомления должно приходить и соответственно точечка тоже будет показываться не приходят посмотреть надо посмотреть мы проверим сейчас мы запишем и естественно протестируем если они приходят то это бага мы это будем справлять сверху посмотрим по кроссу хорошо по кроссу я посмотрю все не посмотрим мне кажется посмотрим те вопросы которые были в самом начале которым пропустили вот по поводу лидия исаева иркутск пишет по поводу того что они проводят клиентов через отказников по городскому номеру телефона магазина операции важны чтобы отслеживать общую статистику но это скажет картина повторным покупкам приходится периодически блокировать потом опять включать хочется выйти из отчета те продажи которые идут на карты отказника вообще как-то водитель операции возможно привязать к номерам торговых точек но вот опять же да то есть у нас есть клиенты которые просят карту отказника здесь получается что уже теперь не одна карта нужно уже на каждую точку собственная карта нужно плюс эти все данные нам мы обсуждаем эту идею действительно чтобы все операции проходили через dds но на это большая задача во первых вот опять же новый кейс что нужно не одна карта 4 как-то понимать что это именно конкретного филиала во вторых мы не можем все эти операции складывать к себе в базу это для нас дорого а что что дорого для нас в итоге стоя недорого для вас проще говоря вот поэтому она должна наверно копиться в каком-то отдельном месте складываться по-другому но то что операции лежат видео у вас там это хорошо но есть это у вас одна там две компании если у нас каждая компания заниматься мы немножко подорожаем несколько раз и принципе то нужная фича мы ее уже продумываем мы как раз таки на эту тему собирались выходной наш в пятницу вечером собиралась часть команды обсуждала оцифровку клиентов мы будем думать как работ в этом направлении потому что здесь опять же надо это статистику как вы говорите где-то показать где-то не показать ну и опять же сделать для нас это дешево это очень большая инженерная задача на это вызов на самом деле для нас как технологической компании мы будем думать что с этим делать просто может быть по чату пойдем снизу хорошо денис из бишкета пишет убир убрали регу через mail она номер не приходит звонок теперь клиента который не использует google facebook и в как и вконтакте рега недоступно будет решение давайте сначала причинах почему мы убрали регистрацию через mail меньше одного процента клиентов регистрировали через mail во-первых во вторых через mail регистрировались по большому счету клиенты которые как раз таки хотели обмануть систему потому что регистрация по имейлу не требует подтверждения даже если бы она требовала подтверждения существует куча сайтов которые позволяют создать временный mail который там умрет через один день но можно зарегистрировать любую четку на эту mail мы видели что регистрация по имейлу на создает риски для предпринимателей мы ее убрали собственно поэтому мы понимаем что дозвоны не везде приходят во всех регионах ближайшее решение проблемы она частично позволит мы понимаем что не для всех но частично нам позволит решить проблему это подтверждение номера через telegram мы ну по крайней мере видим что там на территории россии telegram становятся популярнее потому что очень многие другие мессенджеры стали нежелательными вот telegram есть многих и будет очень простая процедура когда ты хочешь регистрироваться по номеру телефона или авторизоваться будем тебе предлагать хочешь получить звонок или ты можешь подтвердить через telegram нажимаешь через telegram тебя перекидывает в telegram там в боте надо нажать одну кнопочку и после этого мы тебя перекидываем обратно приложение где ты уже можешь там пользоваться всем функционалом копить балла никаких те звонков нужно вот перейти вернем вернуться туда-сюда получается telegram мы ждем что это решит часть проблем и по крайней мере если звонок не приходит можно будет такую старую провернуть ну для клиентов которые не используют telegram будем искать какое-то еще решение но мы ждем что хотя бы большая часть кейсов подтверждение номера через telegram решит в ближайших обновлениях то есть через две через две недели грубо говоря на подтверждение через telegram в казахстане будет работать будет если в казахстане работать telegram по подтверждение через telegram тоже будет работать так вопрос почему не приходит звонки звонки не приходит это не всегда точнее это вообще от нас в принципе часто в принципе всегда от нас это не зависит есть два кейс по которым может не приходить звонок это либо оператор который делает звонок допустил какую-то ошибку либо сейчас современные операторы типа нтс они начали просто эти звонки автоматически блокировать в рамках своего своей борьбы так сказать со спалом ну то есть они просто не пропускают этот звонок вот и все при открытии сертификаты не все погружаются описание сертификата нет кнопочки еще я знаю что мы такую проблему исправляли для подробного описания компании по крайней мере если в последней версии приложения вас это проблема повторяется пожалуйста отправьте на саппорт запрос скриншот обязательно модель телефона версии операционной системы на которой повторяется чтобы нашим разработчикам проще было понять в чем проблема исправить эту историю евгений козлов сергей возможно ли в аккаунт клиент передавать mac адрес устройства вообще невозможно последнее обновление всех операционных систем разработчики операционных систем помешаны на приватности они подменяют mac адреса понятно что очень много крутых историй можно с этим делать но нет создатели смартфонов и операционных систем делать все возможно сейчас для сохранения приватности мы постоянно ковыряем эту историю но на данный момент адекватной возможности передавать mac адреса нет возможности сейчас тренд на анонимность и я думаю в будущем только больше станет этих блокировок анонимных каких-то вещей да даже вот смотрите новые правила клиентской базы они тоже направлены в сторону этичного отношения к данным клиентов мы начинаем только с решения клиентов предприниматель давать персональные данные и возможность отправлять пуш уведомления потому что регулирование ужесточается по всему миру в принципе становится трендом уже плохо и токсично быть не таким и мы хотим что наши предприниматели тоже этично общались со своими клиентами андрей жуков подскажите на запись нашего приложения как-то реализовано ли планируется важно очень помнить что юдс это прежде всего маркетинга инструмент инструмент для выстраивания программы лояльности взаимоотношений с клиентом мы не про онлайн запись и у нас нету для этого там какого-то устроенного функционала есть масса бесплатных решений которые мы рекомендуем есть у нас резерв онлайн есть дикиди бесплатный инструмент классный очень много крутых инструментов которые реализуют эту историю мы рекомендуем их использовать связки с юдс есть возможность ссылку на онлайн запись какой бы то ни был сервис просто вставить в акцент и кнопку на странице компании и таким образом клиенты которые заходят это и смогут записаться к вам есть платное решение есть бесплатное решение их довольно много и мы не спрями с ним конкурировать максимум что мы можем сделать это будущее попробовать интегрироваться как-то ну да на самом деле не очень понятно нужно этом интеграция потому что тот же самый клаинс например но есть у нас интеграция мы понимаем что очень многие клиенты без интеграции работают и не все в порядке вот просто бизнес такой что пока клиент ждет стрижку пока он стрижется можно сто раз продать ему необходимость использовать юдс а справаться накопить писать баллы и так далее проблем в этом нет в эту типу бизнеса так пробовал отключать пуш и давление в настройках информирование появляется андроид то есть видимо плашечка включить пуш и давление не появляются надо попробовать выгрузить приложение никогда попробуйте приложение закрыть полностью запустить снова посмотреть появляется или нет если проблемы есть все таки то будем смотреть по любым проблемам вы можете нам присылать на саппорт тот же или форму обратно связи форума процесс там нет картинок на саппорт принципе это проще нам принципе что нам необходимо это скриншот описание проблемы в идеале чтобы там была версия приложения и модель ну не модель хотя бы операционная система телефона чтобы мы понимали где искать ну еще бывают случаи когда название компании необходимы возможно только у вас каком-то кейсе происходит чем более подробно вы дадите информацию тем меньше времени у нас идет на поиск проблемы потому что таких проблем как правило ну исправить час делов там большинстве случаев найти эту проблему сразу же гораздо дольше вот точнее информацию нам дадите тем быстрее мы поправим до всегда пишите на каком устройстве операционная система и самое главное последние версии приложения восстановлена это очень важно потому что последние версии возможно проблем уже исправлено руслан пишет давать возможность отдельного поиска по названию и по описанию в виде поставления соответствующих галочек и метов интернет-магазине то есть если галочка стоит только по названию или только по описанию вот это вот не очень понятно как это должно работать ни в одном сервисе не видел такой такой история ну может быть она напишите более подробно какую ситуацию может решить лучше что можно сделать так почему не сюда поступает на регистрации ответили особые условия сейчас стало сложно найти в интерфейсе по поводу видео на вопрос интерфейсов интерфейса про особые условия про звонок так далее смотрите какая ситуация мы обновили наши страницы мы сейчас немножко копим аналитику это что маски то были данные с которыми работать упали метрики не упали мы я думаю следующем спринте начнем запускать тесты абы тесты которые проверили действительно ли метрики действительно ли кнопка на странице компании даст больше результата чем кнопка информации или по поводу то есть все вот эти обратки я читал лично мы протестируем их если действительно цифра покажет лучший результат мы поправим просто это не быстрый процесс нужно скопить цифры нужно чтобы люди обновились чтобы тесты прошли в результате как бы если все будет мы всегда выбираем лучший вариант который работает и реализуем его да все что вы пишете не только в этом чате а вообще в целом мы получили много запросов про то что сложнее стало там написать позвонить мы понимаем что это субъективное понимание предпринимателя что вот эта кнопка стала дальше страшно но вот как дмитрий говорит мы будем проводить тесты и на основании метрик прям нажать и смотреть в каком из вариантов звонков там действительно больше и мы действительно с дизайнеры собираемся думаем как то же самое особые условия и описание бонусной программы сделать более понятно клиент так сейчас мы наверху дойдем посмотрим может быть там еще вопросы были ну что мы многое пропускали если готовы решение по интеграции сайта вот мы не я не дмитрий мы не можем чувствовать этот вопрос напишите на саппорт пожалуйста решение скорее всего есть вот и дестор в базе знаний наших есть информация об интеграции но лучше напишите позвонить на горячую линию вам помогут найти решение как как автоматировать процесс при заказе доставку еды чтобы не тратить время на вызов такси есть в юда история у нас расширение по-моему называется где двести сорок семь которые совместно с сабиром хариддиновым другой разработчик реализовал насколько я помню реализуется как раз вот эта вот история с доставкой еды с автоматическим вызовом самого дешевого такси система берет адрес который был при оформлении заказа автоматически находится самое дешевое такси и само заказывает получается такси нужный момент времени более подробную информацию можете почитать на странице сервиса не придет и стор можно зайти почитать другого решения как будто бы нет сейчас недавно чат скидал как раз таки про внедряться как раз таки ты меня добавлял в чат где люди обсуждают как раз таки как они внедряют свой бизнес помогают друг другу делать мне кажется потому что продублировать можно быть да но мне кажется здесь все все кто смотрит есть чате внедрение внедренцев краем глаз смотрю там люди это обсуждают активно и так так сделайте пожалуйста возможным отправку push с фильтром по полу клиента одновременно с тегом заранее проставлен в карте клиентов пол м же актуально для тех компаний где многие клиенты не указали полка регистрации то есть правильно я понимаю мы убираем пол мужской да например еще плюс тег мужчина да и чтобы у нас это и другое входило выборку то сейчас нас выбирается только пересечения и мужчины чтобы это было во первых мужчинам которого есть при на т.к. нужно чтобы были мужчины и другие клиенты имеющие определенный т.к. я вот так вот понимаю эту историю вообще в целом история с тегами у нас есть задачи подработки фильтров я надеюсь что мы доберемся до нее почему мы ее немножко двинули потому что более приоритетной задачи появились опять-таки по вашим обращениям но я думаю что доберемся до этой истории тоже так верните пожалуйста кнопка писать сообщение на главный экран в клиентском приложении пространить с компанией будем делать тесты как дмитрий сказал так есть ли еще вопросы начали сейчас понять да мы скоро будем заканчивать поэтому если у вас остались не то пожалуйста да пожалуйста как происходит процесс перевода приложения на странный язык напишите на саппорт или позвоните на горячей линии вам все расскажут там в целом большинстве случаев у нас какой-нибудь партнер в определенной стране изъявляет готовность собственными силами переводить продукт на определенный язык если мы понимаем что мы хотим в регионе развиваться мы открываем доступ к определенной системе переводов этому партнеру и он самостоятельно или там при помощи каких-то своих людей каждую кнопочку каждый элемент интерфейса переводит на нужный язык таким образом наше приложение уже на многих языках разговаривает если вы хотите какой-то регион открывать переводить приложение на какой-то язык пишите на саппорт мы откроем вам доступ екатерина слюсарева при отправке пушек вообще хотелось бы отмечать сразу несколько подновременно у нас несколько городов нужно выборка по нескольким городам она времена сейчас нет возможность да это это возможно сделать да вопрос приоритетов опять-таки очень здорово что вы пишете то что пожалуйста пишите нам на форму обратной связи что мы количественно учитывали вот эти вот истории плане приоритизации это сделать возможно при включении нового клиента он не видит уведомление компании которые были до его даты регистрации уведомление вы имеете ввиду где в ленте в ленте сейчас настроена так что там покажется уведомлений потому что давление которое получил пользователь поэтому логично что он там видит да возможно стоит с этим что-то да возможно не в тему интеграции у trial версии присутствует уж я не помню по моему есть потому что люди на триале настраивают уже начинает настраивать наверное наверное здесь в чате есть люди которые чаще заводят реала чему с дива и могут ответить ответить пожалуйста согласны нужно по среди компании по названию хотя нужно поиск среди компании моей компании строчку поиска скупой в разделе моей компании но да это популярный запрос на партнера потому что судя по статистике у нас у клиентов нет столько компании компания в мизианное значение компании у клиента то есть там 2 2-4 компания история с поиском среди моей компании актуального партнеров которые катаются по форумам катаются по городам по разным вступают в разные компании чтобы найти кейсы вот наше предложение но ориентировано прежде всего на массового клиента который в своем городе получает выгодные предложения ищет их и мы ориентируемся прежде всего на них вот для уважаемых партнеров нас есть приложение бак офиса и мы там реализуем тоже по обратной связи все что нужно так по веб-сайт хотелось бы чтобы появилась шапка сайта с главным фото из приложения и более акцентной кнопкой или вид же скачает хорошая обратная связь вот это тоже тоже об этом думаю на самом деле с каждом вновление приложение будет больше по объем памяти или будете сказать оптимальный объем это важно сохранить приложение телефоне клиент вот если вы давно более с приложением и следили за этим вопросом то могли заметить что наше приложение не растет вот она даже худеет то есть я помню что у нас был момент когда в десять раз уменьшился размер приложения в android то есть 20 мегабайт даже меньше повисит то есть это важно действительно и вопрос технической оптимизации не для нас одни из самых ключевых вот мы сейчас показали вам ряд обновлений 15 слайдов а на самом деле гораздо больше и очень многие обновления они как раз в ключе оптимизации памяти производительности скорости ну сколько я помню то ли то ли в прошлом спринте то может быть даже в этом уже на андроиде есть задача то есть периодически мы это проводим и вот опять андроид занимается в прошлом спринте это как раз проводилось и опять разработчики андроида улучшали эти моменты что приложение весело меньше да это важный вопрос здорово что вы об этом думаете тоже как мы так про него иры планируется функция просмартин для отдельных филиалов компании привязаны к разным местам кросс маркетин требует переосмысления мы сейчас видим что самые эффективные кейсы работают там вручную будем думать о том как просмартин качать от большой вопрос которым надо очень много думать я думаю что вот этого просто беремся тоже хочется как-то улучшить внешний вид капсайта он немного пустой сравнение другими платформами у других много шаблонов можно ли это доработать да мы думаем тоже об этом вот так опять как раз таки надо понять кто мы мы тильда или или мы топлинг или что мы такое вообще вместе с дизайнерами подготова команды будем искать ответ на эти вопросы чтобы правильно его по интересах наших клиентов переосмыслить во первых сделать ее более красивыми возможно в дальнейшем кросс для компании 18 плюс не знаю сейчас по моему невозможно да в рамках доп соглашение которое заключается в момент захода компания на платформу наверное вопрос там можно обсуждать как-то вот я не могу чувствовать этот вопрос планируется если отложена рассылка по оценке услуги после проведения списания начисления баллов некоторым надо чтобы именно через часов 12 приходил запрос хорошая задача на самом деле я думаю что можно можно будет об этом подумать сейчас не планируется но я думаю что рано или поздно доберемся мы думаем там вообще в принципе мы планируем немножечко пересмысл пуш уведомлений все переосмыслить связано как тем что мы планируем в принципе дать возможность клиентам отписываться от разных от различных типов пуш уведомлений то есть если какая-то компания ему пишет чтобы он не отписался например полностью от вашей компании отписался пример только от начисления баллов или например писался только новостей для этого нужно разделить их по типам плюс у нас есть сейчас вопросы с нагрузками то есть у нас есть очень крупные компании например азарт голомарт когда они начинают рассылку пуш уведомлений у нас там огромные нагрузки для таких компаний мы скорее всего выработаем схему что пуш уведомления будут уходить не сразу условно говоря там течение получаса часа то есть это все мы будем продумывать тогда это же необходимо для того чтобы не повышать стоимость наших услуг равномерно распределять нагрузки представляете вот когда компания азарт это клиент года по моему позапрошлого которых там много сотен тысяч клиентов отправляет пуш уведомления по всей базе они сразу все заходят в приложении мы становимся сразу там по активности пользователей сопоставим с приложениями там типа там фейсбук какого-нибудь какие сразу мы несем затраты по инфраструктуре естественно мы там пытаемся со стороны оптимизировать эти затраты чтобы это не привело к увеличению стоимости продукта для клиента денис пишет возможно в дальнейшем сделать так чтобы можно было порекомендовать компанию без присоединения к ней если посмотрите на странице компании зайдете даже если произвести к ней наверху секундочку в правом верхнем углу стандартный значок поделиться из любых вот из платформа ios android и там он работает даже в кейсе если вы не присоединились то есть вы можете поделиться компании но надо понимать что вы ничего не получится с этого вопрос там зачем делиться если вы просто отправить интересную ссылку это возможно сейчас если вы хотите заработать баллов компании почему вам сразу не присоединиться не получать балл мы не можем отправить баллы клиенту которого не в клиентской баре так вопрос по интеграции были выше пожалуйста же на саппорт задайте их я как клиент вас прошу про поиск эти компании так как мы же позиционирование про удобство экономии расходов да 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 у нас поиск ради компании в рубрикаторе есть среди моих компаний эта задача не прилететь потому что мы компания как правило мало мы видим это по данным что у большинства клиентов все таки мало пока компаний поиск там не требуется при создании третий бывает из аккаунта при активации модулей вот это вот интересно вот я лично сталкивался на дня как раз сделал в триалку и включил модули у меня такого не было но вопрос интересный почему такое происходит мы проверим можно сделать кнопку активировать все хорошая хорош тема вот вот у моего клиента 50 плюс филиала в разных сленных пунктах есть необходимость фильтровать его покупатели по филиалам хотели использовать хештегов но их не хватает делали запросы добавление количества тегов но пока изменений нет насколько реально добавить количество тегов или может прорабатывать другой функционал сегментирования покупатель по филиалам населенным пунктам у нас была простая очень идея как бы привязывать кассира к филиалу поэтому филиал фильтровать но потом нам немножко пришли некоторые предприниматели сказали что у них кассиры бегают из филиалу в филиал что кратно усложнило задачу и принципе у нас пока нет такой прям дешевые идеи так сказать как это реализовать дешевый и универсальный для всех по тегам до думаем о том чтобы увеличить или давать возможность докупать их каких-то компаний за небольшую плату что можно было увеличить количество тегов у нас 6 сейчас 60 30 потом расширяли по моему да вот по моему расширяли да когда мы сделали наверно можем расширить клиент готов докупить замечательно это хорошо когда клиент можно списку и компании как-то брать архив в архив некоторые из них у них очень много и ненужное и нужно искать долго такая задача у нас планируется действительно так что возрадуйтесь уважаемые партнера можно будет не актуальной компании убрать в архив зачем при подключении модулей три раза нажимать на кнопку включить сделать одну кнопку включить все модули да мы уже услышали думаем что это сделать но это логика была простая чтобы клиент точно понимал что он включает мы сталкиваемся с такой ситуации что сейчас включают сразу все модули и потом из них пользуется двумя да зачем включать все модули если человек даже принципе мы созванивали с этими клиентами спрашивали не почему вы не пользуетесь функционалом они о нем даже не знают то просто партнер вот настраивает он просто все включают от помощь ночью лишним что рыбы то на самом деле чем больше раздела боковом меню тем сложнее разобраться зачем включать клиенту раздел заказа если он не собирается заказу онлайн принимать вот мы все-таки модульная система поэтому имеет смысл наверное включать только те модули которые действительно нужны для решения проблем более того мы видим что максимально эффективно когда внедрение происходит итеративно сначала компания брендируется потом она учится проводить трансляции как следует потом уже только внедряются другие другой функционал типа там сертификат вот кажется мы ответили на все вопросы на которые могли ответить надеемся что вам было полезно и мы постараемся как можно чаще устраивать такие звонки наверное раз месяцок раз два месяца будем с вами созваниваться и отвечать на ваши вопросы детально рассказывать про все обновления спасибо большое за то что уделили время желаем вам хорошего применения успешного применения наших инструментов и без это про деньги ура ура всем хорошего дня всем пока пока